Всем привет! Сегодня мы с вами пройдем много-много теории по треугольникам, и это нам понадобится для подготовки к УГЭ. Если вы занимаетесь у меня, возможно, вы уже это все записали, повторили, если нет, то повторяйте самостоятельно. В этом видео будет только теория, никакой практики, будем обсуждать только правила. И будет здорово, если у вас будет какая-нибудь тетрадочка типа справочника, где вы сможете, куда вы сможете писать все примеры, то есть правила теоремы, сегодня у нас геометрия, и делать чертежи, чтобы туда подсматривать время от времени, если понадобится. Итак, я буду говорить, что пишем заголовочек равнобедренный треугольник, почему-то я решила этого не делать, но вам советую сделать заголовок равнобедренный треугольник. Из чего состоит равнобедренный треугольник? И у него сразу же есть свойства, две стороны равны. Две стороны равны, это первое свойство нашего равнобедренного треугольника. И эти боковые стороны, эти равные стороны, называются боковыми, то есть я советую вам зарисовать чертеж и подписать точно так же. Левая боковая, правая боковая, а это та сторона, которая ничему не равна, называется основание. Так, дальше. Две стороны равны, хорошо, давайте отметим. Можно даже назвать АВС и написать рядом со свойством, что АВ равно ВС. Это будет здорово. Второе свойство, то есть это было первое. Второе. Углы при основании равны. Все мы помним, что напротив одинаковых сторон лежат одинаковые углы. Напротив ВС лежит угол А, а напротив АВ лежит угол С. Значит, угол А равен углу С. И третье правило, что если мы из угла напротив основания проводим бисектрису, на самом деле без разницы что, то она является и бисектрисой, и медианой, и высотой. Так, двумя дугами я отметила бисектрису, квадратиком я отметила высоту, и двумя черточками я отметила медиану. Что это, мы чуть-чуть попозже разберем. И еще очень важный момент, сумма углов в треугольнике 180 градусов. В любом равностороннем, равнобедренном, в никаком, в прямоугольном, в любом треугольнике сумма всех трех углов 180. И сразу хочется сказать, что если сумма всех трех углов 180 градусов, то сделаем заголовочек равносторонний треугольник. Его можно не зарисовывать, просто равносторонний. Но первое правило, и так уже понятно, что все стороны равны из названия. Но второе правило, давайте все-таки запишем оба. Второе правило о том, что все углы тоже равны, напротив равных сторон лежат равные углы, и все углы равны по 60. Если сумма всех трех 180, и все углы равны, то каждый угол по 60 градусов. Хорошо, мы идем дальше. Мы идем дальше и узнаем, что же является бисектрисой. Бисектриса. Бисектриса это у нас отрезок, проведенный из вершины, из любого угла, и делит угол пополам. То есть, смотрите, у нас есть угол CBA, мы провели BL, это бисектриса. Значит, у нас образовалось два равных угла. Как это можно написать? Угол CBA состоит теперь из двух частей, из угла CBL и второй угол LBA. И так как это бисектриса, то эти частички равны. Угол CBL равен углу LBA. Так, пунктик про бисектрису у нас сделан. Теперь пунктик про высоту. Если бисектриса у нас делит углы, то высота ничего не делит. Высота это перпендикуляр, опущенный из вершины угла. Здесь у нас, смотрите внимательно, треугольник ABC, но высота опущена вообще не в треугольник, а снаружи. То есть, если бисектриса делит угол, и она проходит внутри, обязательно, то высота может проходить снаружи. И высота у нас ничего не делит, она просто дает прямой угол. То есть, в данном случае AH перпендикулярно CH. Если мы проведем высоту из угла B, это будет вот так. А если мы проведем высоту из угла C, нам понадобится продлить сторону AB, и высота у нас будет вот так. H1, H2. Имейте в виду, что высоты могут быть не только внутри треугольника, но и снаружи. Так, дальше у нас медиана. Медиана, и если вы хорошенько вспомните, то медиана делит сторону пополам. Бисектриса делит угол, высота дает прямой угол, а медиана делит сторону. То есть, у нас TM это медиана на нашем рисунке. Значит, она поделила сторону RT на две части. RM плюс MP. И так как это медиана, значит, точка M это середина стороны, значит, эти стороны, нет, эти части, эти части стороны равны между собой. Хорошо, идем дальше, и сейчас у нас средняя линия. Средняя линия тоже может быть абсолютно в любом треугольнике. Средняя линия это отрезок, соединяющий середины двух сторон. Обратите внимание, точка M середина и точка N середина. Так, это таким образом мы узнаем среднюю линию. Если бы она проведена была вот так, это была бы не средняя линия. Так, дальше что? Средняя линия, соединяющая середины двух сторон параллельно третьей стороне и равна ее половине. То есть, мы внимательно смотрим. MN параллельно BC. MN параллельно BC. И равна одной второй. Как это можно записать? Так, средняя линия это отрезок, соединяющий середины двух сторон. Если вдруг мы решаем задачи на доказательство, то мы пишем, так как точка M это середина сразу какой стороны? АВ. И точка N это середина АС. С, следовательно, MN это средняя линия. То есть, вот таким способом мы приходим к выводу, что отрезок может быть средней линией. Только в том случае, если она соединяет середины двух других сторон. Так, и если это у нас средняя линия, то она параллельно одной из сторон, то есть, параллельно BC, и равна половине стороны, то есть, BC делить на 2. Хорошо. Все это записали. Бежим дальше. Дальше у нас прямоугольный треугольник. Прямоугольный треугольник тоже себе его зарисовываем. И что у нас особенного? У него есть прямой угол, самая длинная сторона называется гипотенуза, а две другие стороны это катеты. И обратите внимание, это гипотенуза, а это катет, и это тоже катет. Очень будет здорово, если вы все это подпишите. И у прямоугольного треугольника тоже есть свои правила и теоремы. Так, теорема первая. Сумма двух острых углов равна 90. То есть, если мы посмотрим на наш треугольник, какие два у нас острых угла? Угол А и угол С. Все верно. Значит, угол А плюс угол С равен 90. Кто хочет, тот может использовать 180, кому это привычно, а кому непривычно, то берем 90. С ним гораздо легче считать. Теорема 2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий напротив угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. Допустим, у нас угол А 30 градусов. Что лежит напротив угла в 30 градусов? Какой катет? ВС. ВС лежит напротив А. Напротив угла А. Значит, вот этот ВС, чтобы его найти, нам нужно гипотенузу поделить на пополам. АС делить на 2. А дальше у нас про медиану. Если мы проведем медиану, то, во-первых, она, конечно же, поделит нашу гипотенузу напополаму, и она сама равна половине гипотенузы. Так, тут у нас СМ. Значит, наша медиана БМ будет равна АС поделить на 2. Вот так. Так, и еще в восьмом классе вы изучали пропорциональные отрезки. Пропорциональные отрезки. Встречаются они редко, но все-таки встречаются. Это если в прямоугольном треугольнике проведена еще высота. Нужно тоже просто запомнить и записать формулы. Надеюсь, они вам никогда не встретятся. Так, АФ. АФ это у нас высота. Итак, внимательно смотрим. Чтобы найти высоту, мы под корень берем и умножаем части гипотенузы. Чтобы найти высоту, мы под корнем перемножаем части гипотенузы. Чтобы найти катет, например, катет АС, мы под корнем перемножаем ближайшую часть гипотенузы на всю гипотенузу. Если мы ищем катет АВ, то мы перемножаем ближайшую часть гипотенузы на всю гипотенузу. Идем дальше. Дальше у нас теорема Пифагора. И теорема Пифагора говорит нам о том, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Записали это. И на что хочу обратить внимание. Если вы не успеваете, вы ставите на паузу. Так. АВ. Здесь мы ищем АВ. Внимательно. АВ это гипотенуза. Какое действие мы делаем? Мы складываем. То есть, чтобы найти гипотенузу, мы катет его звоним в квадрат и складываем. Чтобы найти катет, например, ВС в квадрате, мы из гипотенузы в квадрате будем вычитать известный катет в квадрате. То есть, когда находим самую большую сторону, мы складываем. Когда находим маленькую сторону, мы вычитаем. И куда же без тригонометрии? Сделали заголовочек в тригонометрии. Здесь у нас про синус, косинус, тангенс, катангенс. Синус. А чтобы найти синус, нам нужно противолежащий катет поделить на гипотенузу. И давайте поработаем вот с этим углом альфа. Противолежащий катет, то есть тот, который лежит напротив. А. И делим на гипотенузу, то есть А делить на С. Дальше, косинус. Прилежащий делим на гипотенузу. Прилежащий, это значит, угол лежит уже на этой стороне. В делим на С. Тангенс. Противолежащий на прилежащий. То есть А делим на В. И катангенс, наоборот, прилежащий, который лежит с углом рядышком, делим на противолежащий. В делим на А. И запишем основное тригонометрическое тождество, просто его можно в рамочку ввести, что синус одного угла в квадрате плюс косинус этого же угла в квадрате равно единичка. Это поможет нам потом, когда мы будем очень-очень погружены в тригонометрию, а пока оно нам не нужно. Пока достаточно, что такое синус-косинус-тангенс-котангенс. И для некоторых задач у нас будут, например, для нахождения площади через синус или для теоремы синусов нам нужны будут значения синуса-косинуса-тангенса-котангенса. Эти таблички, к сожалению, на ОГЭ у вас не будет, поэтому значения придется запоминать. Но, чтобы их не запоминать, чтобы их не заучивать, со временем они все равно запомнятся. Мы научимся с вами строить эту табличку. Итак, у нас есть синус и у нас есть косинус. Так, я слышу. И у нас есть основные углы 0, 30, 45, 60 и 90. Все, больше нет углов. Итак, что мы делаем? Мы работаем сначала со строчкой синуса. Дробная черта и везде двойка. Дробная черта 2. Способ построения очень поможет вам на ОГЭ, если вы так и не запомните значения. А теперь нумеруем с нуля и заносим этот номер под корень. То есть будет корень из нуля, корень из одного, корень из двух, корень из трех, корень из четырех. А теперь по возможности считаем. Корень из нуля это ноль, ноль поделить на два это ноль. То есть синус нуля это ноль. Корень из одного это один, значит синус 30 это одна вторая. Тут не вычисляется. Синус 60 тоже не вычисляется. Корень из четырех это два, два делить на два это один. То есть синус 90 это единица. Что с косинусом? С косинусом все наоборот. То есть переписываем справа налево. Здесь будет один, корень из трех на два, корень из двух на два. Причем они, обратите внимание, совпадают. Одна вторая и ноль. На что хочется обратить внимание, здесь нет тангенса и катангенса. Катангенс не будет нужен, а чтобы найти тангенс, нужно будет синус поделить на косинус. Вот и все. Значения у нас уже есть. Просто нужно будет поделить. И у нас осталась пара пунктов. Теорема синусов и теорема косинусов. Задачки тоже решать не будем, просто разберем суть. Теорема синусов у нас применяется, когда нужно найти радиус описанной окружности. Так, давайте я перечислю случай, когда она может употребляться. Когда нужно найти радиус описанной окружности. Когда еще? Когда нужно найти сторону треугольника. Ну да, углы, углы редко. Итак, в чем суть? В чем суть? Сама формула, большая формула у нас уже написана. Берем сторону, да, берем сторону и делим на синус угла напротив. То есть, сторону А делим на синус альфа. Дальше берем вторую сторону, В, и делим на синус противоположного угла. То есть, В делим на синус бета. И берем сторону третью, С делим на синус противоположного угла гамма. И все это равно 2Р, то есть двойному радиусу описанной окружности. Будьте внимательны, это радиус описанной окружности. В чистом виде мы никогда ее не используем. Но давайте что-нибудь решим. Например, я придумаю числа с потолка полностью. 10, 20, 30, 10, 40, 130. Итак, нам нужно найти радиус. Представим, нам нужно найти радиус. Смотрите, у нас все известно, но кроме радиуса. Значит, мы берем любую сторону, мы берем любой угол и составляем пропорцию. Кстати, не радиус, а двойной радиус. 2Р равно, допустим, я хочу взять 20. 20 делим на синус 40. В угле такого не будет, потому что синус 40 это не табличное число. В угле будут синус 0, 30, 45, 60 и 90. Так, хорошо, записали этот пример себе как образец. Дальше. Допустим, нам нужно найти... Что нам нужно найти? Вот так пусть будет. 40 и тут 50. Нам нужно найти вот эту сторону. А, В, С. Нам нужно найти А, В. Чтобы найти А, В, мы также прописываем, берем сторону, делим на синус. Синус чего? Напротив А, В какой угол находится? Угол С, значит, делим на синус 50. И у нас известно А, С. А, А, С давайте сразу подпишем. Это будет 10. И напротив 10 у нас какой угол? Угол в 40 градусов. Значит, делим на синус 40. Здесь самое главное не запутаться, когда решаем эту пропорцию. То есть теорема синусов, мы выбираем для нее такие части, которые можем применить в решении. Все четыре части смысла использовать нет. Она нужна такая длинная для того, чтобы составить пропорцию и решить ее. И последнее, что мы сегодня разберем, это теорема косинусов. Теорема косинусов. Она нужна для того, чтобы найти косинус, либо найти сторону. В основном в ОГЭ. Эта теорема появилась недавно, именно в ОГЭ. Раньше ее не было. И там нас просят найти косинус угла. А здесь нас просят найти сторону АВ. Давайте посмотрим на саму теорему, что она из себя представляет. АВ в квадрате. То есть вот она сторона в квадрате. И на что нужно обратить внимание? Какая сторона слева отравна? Да, АВ слева отравна. Такой угол для косинуса мы и берем. То есть угол косинуса находится напротив стороны, которую мы ищем. Что происходит дальше? Дальше у нас известные стороны в квадрате мы складываем. Вычитаем удвоенное произведение этих же сторон на косинус угла. Давайте здесь попробуем решить, потому что она, возможно, самая непонятная. АС у нас 5, ВС 7, угол С 60. Найти АВ. Ровно-ровно по формуле подставляем. АВ в квадрате равно АС в квадрате, это 25. ВС в квадрате это 49. Минус 2 умножить 5 на 7, 35. И на косинус 60. Косинус 60 это 1 вторая. И умножить на 1 вторую. И давайте считать дальше. Получается АВ в квадрате равно 74 минус 35. Это получается 39. Да. Да. Ну да. 7 и 5, 35. КОВИД это просто убийца мозгов. Ну да. Ну и ладно. Пусть будет так. Это все равно задание не из ОГЭ. Значит, если АВ в квадрате равно 39, то просто АВ будет равно корень из 39. Вот так. То есть самое главное, обратить внимание на то, что слева отравна сторона, которая находится напротив косинуса угла. Угол и сторона напротив друг друга должны находиться. Ну все, мы сегодня заканчиваем. И дальше в этом плейлисте будут образцы заданий по геометрии, которые мы с вами будем проходить, решать и готовиться к ОГЭ. Лайки и комментарии приветствуются. Очень здорово, если вы напишите, что вы правда завели какой-нибудь справочник, и он вам очень нужен. Ну все, удачи вам. У вас все получится.